Кажется, как и многие дети, начинают со школы развиваться, на хореографические кружки ходить, в вокальную школу, просто в музыкальную. Так и я. Я начинала с музыкальной школы, с хореографической школы, с театральной студии. И вообще моя мечта была поступить на хореографическое отделение, быть танцором. Но как-то после девятого класса мне посоветовали, что ты, девочка, артистичная, танцуешь, поешь, потому что я и вокальную школу посещала, давай как-то направляйся в музыкальный театр. Мне подсказали со стороны знающие люди, специалисты в этом вопросе. И я как-то решила свой путь продолжать именно связанный с музыкальным театром. Я поступила в музыкальный колледж, почти закончила его, а потом я поступила в консерваторию на кафедру музыкального театра. Я приехала на кастинг летом прослушиваться. Мне изначально уже понравилось здесь, потому что я увидела большой театр, масштабный театр с двумя сценами, с большой сцены и с малой сценой. Ощущала здесь себя уже как-то благополучно, комфортно. И поэтому, пройдя кастинг, я решила, что нужно пробовать, тем более, что мне как-то уже предложили вводиться в спектакль. Это тем более меня как-то замотивировало переехать в этот город и начать свой профессиональный путь. Таких спектаклей несколько, но я остановлюсь на самом главном, который меня вдохновил сразу же. И я сразу же попала в этот спектакль, это «Три товарища». И смотря, как репетирует Эва, артистка, героиню Патт, я прям смотрела и, боже мой, какая прекрасная роль, какой прекрасный персонаж. И вообще я увлекалась творчеством Ремарка, и увлекалась его героинями. Я как-то пропитывалась всегда этими героинями. И вот моя мечта, конечно же, спеть, исполнить, сыграть Патт в «Трех товарищах». Конечно, мне кажется, любое путешествие — это прекрасный опыт, а путешествие во времени, так это вообще супер. Какое-то историческое время, Германия. Насколько я знаю, это всё-таки 20-30-е годы. Это определённая музыка, это определённый стиль. Спасибо тут отдельно композитору за этот мюзикл. Я просыпалась с этими песнями, я засыпалась с этими песнями, и мне очень нравилось, и нравится эта музыка. Я, наверное, о двух расскажу. Первая сцена, она комическая, когда товарищи Роберта его выручают, отвлекая как бы Патт. Как бы Роберт занимался своими делами, деловыми занятиями. Девушку нужно было как-то занимать. Вот, и они вот, значит, нарядились в эти вот костюмы аниматорские, и мне очень понравилось решение этой сцены. И музыка, конечно же, тоже нравилась, и как бы режиссёрские решения. На вторая сцена мне нравится, которая происходит по второму акте. Это сольная как бы партия Патт, когда она вот в лодке, поёт о любви к жизни, поёт о том, как прекрасно жить. Как бы для меня эта песня, она об этом. Сейчас моему возрасту, опять же, это подходит. Это внешность, она, скорее всего, подходит. И поиграться, пококетничать, вот в жизни, наверное, мало возможностей. А вот на сцене выйти, пококетничать и как-то вот почувствовать себя дерзкой и самой сексуальной, и самой такой-сякой, это наслаждение в какой-то степени. По мне, по моей органике, по моему чувству, по моему вкусу, это второй костюм. Это когда такие вот широкие штаны, какая-то широкая такая рубаха, вот, в которой, возможно, ничего нету, вот. Мне это больше нравится. Как мне кажется, в любой из девушек все эти вот характеры, они все в нас соединены. Поэтому у меня такого, что вот какая-то вот определенная героиня, у меня такого нет, чтобы кто-то из них был мне абсолютно вот как-то вот близок. Вот она и все, нет. Каждая из них — это я, как я считаю. Просто вот что-то у меня... Вот сегодня у меня более дерзкий характер, завтра у меня более скромный характер. Морально это тяжело. Особенно вот во втором действии наши герои — мы каторжане. И, опять же, примерять на себя этот характер, даже вот физику каторжанина, и это как-то вот нести долгое время — это тяжело. Когда примеряешь на себя эту роль, ты, конечно, волей-неволей понимаешь, а как же это ты только примеряешь ее, а как людям реально было тяжело, наверное, ты просто маленькую толику начинаешь понимать, насколько людям в это время, каторжанинам, которые шли в Сибирь, ты просто не представляешь, насколько это может быть тяжело. Это очень масштабный спектакль. Это оркестр, это прекрасная музыка, современная музыка. Для меня это современная музыка, синтезированная, конечно же, с какими-то народными... народным стилем, русским народным стилем. Впечатление от театра у меня не изменилось. Театр очень многоформатный. Здесь есть и музыкальные спектакли, и драматические спектакли, даже технологические спектакли, ну, в плане каких-то действительно больших сооружений, больших массивных декораций. В театре очень много хороших спектаклей. И я горда тем, что я в этом театре. Когда я вижу такие спектакли, я горжусь тем, что я здесь. Субтитры сделал DimaTorzok